В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря ни то шутя, ни то серьезно. Конечно, красив. Качалов правду сказал. Змей в естестве человеческом зело прекрасном. Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем. Какой-то светящийся череп, сказала она. На Спасской башне часы били три. И еще сказала. Какой древний звук. Что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой. Он там напоминал мне Москву. Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала. Отпустите его. Пораженный. Никогда не позволяла она подниматься к ней ночью. И растерянно сказал. Федор, я вернусь пешком. И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в клориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку. Она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша, нижней шелковой юбкой в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни. То, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье. Я встал и подошел к дверям. Она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла спиной ко мне перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос. — Вот все говорил, что я мало о нем думаю, — сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. — Нет, я думала. На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза. Она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела. Она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря. — Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли? Один Бог знает. И прижалась своей щекой к моей. Я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница. — Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. — Прости. Оставь меня теперь, я очень устала. И легла на подушку. Я осторожно оделся, робко поцеловал ее волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу. Метели уже не было. Все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц. Пахло и снегом, и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей. Стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени. Снял шапку. Кто-то потрогал меня за плечо. Я посмотрел. Какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез. Ох, не убивайся, не убивайся так. Грех, грех. Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко. Ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть. В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг. Пусть Бог даст сил не отвечать мне. Бесполезно длить и увеличивать нашу муку. Я исполнил ее просьбу и долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаюсь все больше и больше, потом стал понемногу оправляться, равнодушно, безнадежно. Прошло почти два года с того чистого понедельника. В четырнадцатом году под Новый год был такой же тихий солнечный вечер, как тот незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцание старого золота иконостаса и над могильных плит московских царей. Стоял, точно ожидая чего-то в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку. Шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах, с освещенными под ними окнами. Проехал по Грибоедовскому переулку и все плакал, плакал. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители. Там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще, «Нельзя, господин, нельзя!» «Как нельзя? В церковь нельзя!» «Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас, заради Бога, не ходите. Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Митрий Павлович». Я сунул ему рубль. Он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе, с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня. За нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек у лиц инокинь или сестер, уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте? Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот. Субтитры создавал DimaTorzok